Знаменитый мастер монохромных завтраков, чрезвычайно близкий по своим творческим устремлениям и методу Питеру Классу, художник Вильям Класс Хеда является одним из первых мастеров натюрморта Голландии 17-го столетия. Ранние работы художника – картины. Это религиозные сюжеты и портреты. Впоследствии живописец создавал только натюрморты, которым его современники давали высшие оценки. Работы Вильяма Класса Хеда обращались к излюбленному голландцами сюжету утренней трапезы. Изображений накрытых столов со скромным набором домашней утвари. Сюжеты картин художника пленяют не только натуральностью изображения вещей и искусностью в передаче форм, цветов, фактуры, мелких деталей, но и раскрытием красоты предметного мира. Родился Хеда в Харлине в 1594 году. В 1631 году он стал членом гильдии Святого Луки, а в 1637 году комиссаром, а затем и председателем гильдии. Умер художник в Харлине в период 1680-1682 года. Живопись самой ранее его известной картины «Суета-сует» «Ванитас» во многом предвещает живописные достижения его более поздних работ, где все предметы передаются с тонким пониманием фактуры материала, и в чисто композиционном смысле уже в этом натюрморте видна рука будущего знаменитого мастера. Он прекрасно справляется с изображением в ракурсе прислоненного к черепу сосуда, подчеркивает выпуклость поверхности лобных костей самого черепа, умело располагает по диагонали картины все предметы натюрмортной группы. Основной связующей нитью, как и во многих более поздних работах Хеды, служит свет, являющийся ключом к поэтическому восприятию картины. Луч света, пробегая по глиняной курительной трубке, развернутому пакетику с перцем, тулову перевернутого ремера растекается по поверхности черепа, указывая тем самым на причинную связь между курением и утратой здоровья, а может и самой жизнью. Гораздо шире становится пространственный охват в картинах Хеды, написанных в десятилетии от конца 1620-х до конца 1630-х годов. Художник расставляет предметы уже не по диагонали, а по всей площади стола. При этом многие из предметов натюрмортной группы олицетворяют суету-сует. Часы, разбитый бокал, кости от копчености и раковинные устрицы. Все эти произведения – типичные образцы монохромных завтраков. В каждом из них стол с посудой и снедью написан в серых, оливковых и зеленых тонах. С цветовыми акцентами же здесь служат кожура, лимон и корочка пирога с ешевикой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Натюрморт с ремером и оловянной тарелкой И, вероятно, исполненный в том же году натюрморт с ремером и оброкинутой серебряной тацией. Несмотря на небольшие размеры картин, все они производят монументальное впечатление, определяемое в значительной мере как выбором точки зрения снизу-вверх, так и вертикального формата, создающего устремленность композиционной массы по вертикали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1660-е годы Хеда начинает отходить от темы завтраков в сторону роскошного натюрморта. Художник делает композицию более уравновешенной, как по соотношению красочных масс, так и тональных пятен, ослабляя тем самым линейную геометричность ее построения. В отличие от своих ранних работ, Хеда теперь не только тщательно строит пластическую форму предметов, но и акцентирует фактуру вещей, игру бликов и теней. Нельзя не залюбоваться удивительной отточенностью и завершенностью каждой детали, благодаря которым любой предмет сервировки становится самостоятельным персонажем картины, повествуя о занятиях его хозяина, его социальном и имущественном положении. Сказанное вовсе не означает, что акцент на индивидуальной красоте вещей, волшебная игра света на их поверхности, богатство фактуры материала, раскрытие глубины и движения пространства с помощью светотени, характерны только для работ Хеда вертикального формата. КОНЕЦ 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 Натюрмортные группы представлены в полнокровной целостности и богатстве возникающих в них светотеневых и колористических отношений. Белая свисающая с края стола скатерть является здесь первым звеном восприятия произведения. Подчиняясь ритмическому строю композиции, постепенно зритель переходит к рассмотрению горизонтально положенных предметов. Оловянных тарелок, ножа с наборной ручкой и обракинутого кувшина. Ритмический поток, которым объединены все эти предметы, мягко подводит взгляд к вертикальной доминанте композиции, венецианскому стеклянному бокалу или металлическому кувшину, часто стоящих справа или слева от оси симметрии картины. Чтобы подчеркнуть композиционную значимость этой доминанты, Хеда часто размещает рядом предметы пониже, серебряную соломку, бокал с остатками вина, пустой стеклянный кувшин с носиком и ручкой. Причем, чтобы сделать незаметным смещение композиционного центра в сторону от центральной оси, Хеда, как и Класс в своих картинах, уравновешает его предметами, контрастными по цвету. Так холодному блеску кувшина противостоит розово-красный срез окорочка ветчины, а зелено-серому рюмеру с остатками вина – золотистая корочка пирога с ежевикой. Все в этих натюрмортах указывает на окончание трапезы. Смятая салфетка, оглоданные кости, наполовину съеденный пирог с ежевикой, остатки вина в венецианском бокале с конической чашей и в стеклянном кувшине, пустые устричные раковины, опрокинутый металлический кувшин, упавшая тация. Причем беспорядок при внимательном рассмотрении оказывается нарочито продуманным, аллюзией на бренность всего земного. Стремление мастера передать натюрмортной постановке максимум изобразительной информации, несомненно, основывалось на его уверенности в наличии у зрителя культуры ассоциативного созерцания. Продолжение следует... Продолжение следует...